Путинизация мира. Как вы можете расшифровать этот термин? Знаете, я тут некоторое время назад писал для дилетанта про Брэдбери. Воспользуюсь случаем проанонсировать эту статью. Это не случайно получилось. Просто Брэдбери оказался сегодня самой читаемой антиутопией. Имею в виду КАЖ-451. Фрингиту более читаемой, чем Мурвелл. И в Штатах он популярный. И думаю, что и в России. А там впервые, радикально впервые, что и обеспечило роману и 33-летнему автору «Мировую славу», предсказан нестандартный поворот тоталитаризму. Там описан довольно мягкий мир. Такой мир Хаксли. Дивный новый мир, в котором никакого террора нет. И нету, более того, мы даже не знаем, кто там стоит у власти. Просто это мир абсолютно тоталитарный, потому что в нем перестали читать. И там же один из героев говорит, что я почувствовал неладное, когда на мой семинар по истории драматургии записался один человек. А ведь я ему собирался рассказывать про Юджину Анила. Говорит он в крайнем недоумении. Так это может быть неинтересно. А у меня как раз скорее противоположная ситуация, потому что там на мои семинары или на мои лекционные курсы записывается больше людей, чем я могу вместить. Но это отчасти связано с тем, что их читает недотравленный российский диссидент. Это вызывает определенный интерес. Но по большому счету мир, конечно, стал меньше читать. Стал мнение гуманитарен. Стал мнение культурен в целом более примитивен. Избываются предсказания отчасти Гесса, который говорил о наступлении филейтонной эпохи. Отчасти Брэдбери, у которого описано чтение книг в пересказах. А сейчас, как вы знаете, ровно это и сбылось в России, что не будет переводов, авторы отозвали право, будут пересказы пиратские. А страшное упрощение, страшная примитивизация кино, вернее, его расслоение на очень сложное для высоколобых и немногочисленных, и чудовищно примитивное для большинства. В целом, результатом этой культурной деградации становится неспособность человека выбирать. Потому что выбор – это главная прерогатива свободного интеллектуально развитого сознания. Да, путинизация мира происходит. Тут дело даже не только в том, что абсолютно тоталитарные тенденции везде от Орбана до Трампа наблюдаются. Они вообще в человеческой природе. Тут дело в главном выводе, который сделал Брэдбери. Эволюции человека, по крайней мере, нравственной, нет. А технически идет в одном направлении – ускорение. Все становится гораздо быстрее. Машины ездят быстрее, люди перемещаются. На освоение колонки новостей должно уходить уже не 15 минут, а одна. То есть, иными словами, эта деградация интеллектуальная сопровождается техническим ускорением и больше ничем. Нравственный прогресс вообще как таковой не существует. Человечество не становится ни умнее, ни добрее, ни щедрее. Все это то, о чем предупреждал Брэдбери. Я боюсь, что его культурный рост, столь бурный в начале, скажем, 20-х годов прошлого века, он не просто не замедлился, он превратился в отрицательную величину. И поэтому сегодня определенный успех авторитарной фигуры несомненен. И, кстати говоря, это не только русская проблема, Россия просто как фигура. Но Форштейн, она первая сталкивается с главными вызовами сама. Вы говорите о неспособности выбирать между чем и чем? Ну, вот обратите внимание, политическая культура все больше становится областью технологий, областью манипулирования, а не свободного выбора. Я думаю, что последние, скажем так, последние интересные выборы в мире случились в 19-м году. И это были выборы Зеленского, когда страна тоже, конечно, в результате определенных технологий с гениальным сериалом «Слуга народа», но сделала выбор очень странный, очень непредсказуемый, совершенно гениальный. Выбор на Абум поставила на представителя творческой интеллигенции, и он справился с невероятной нагрузкой, с невероятной ролью. На его месте любой профессиональный политик, я думаю, дал бы трещину, потому что руководствуется прагматическими соображениями. Но вообще, я застал, понимаете, бурную политическую жизнь 80-х, причем во всем мире. Я застал очень любопытные и непредсказуемые американские выборы. И я застал, кстати говоря, некоторое оживление китайской политики, правда, оно закончилось площадью Тянь-Альмэнь, но, тем не менее, оно было. В общем, на какое-то время показалось, что массы способны решать свою судьбу. Но сегодня мы сталкиваемся с таким, понимаете, ренессансом романтизма. Ведь что такое романтизм? Это когда вместо просвещенной массы приходит во власть, например, Бонапар. Потому что это сверхчеловек, и он способен решать за миллионы. А массы свою судьбу решать не способны. Они легко поддаются на обман, на манипуляции. Кстати, вот знаете, у меня довольно неожиданная трактовка бурного скандала, который разрывает сейчас российскую оппозицию. А ведь это тоже, понимаете, я нарочно не сделал это первым пунктом, потому что Китай серьезнее. Но по большому-то счету трактовка у меня довольно оптимистическая. Это начало борьбы за власть, начало транзита. Сегодня, безусловно, есть несколько претендентов и на роль будущей власти в России после Путинства. Ну, Путинская доказала свою полную и моральную, и техническую несостоятельность. Ее, так сказать, полная деградация, это вопрос времени. И там разруха началась уже везде, не только в головах. Но кто на смену пойдет? Вот это интересно. Я боюсь, что сбывается один закон, открытый Лениным. Из всех законов, им открытых, это единственный работающий. Закон перехода войны внешней, возможно, мировой, войну гражданскую. Разумеется, в России будет чрезвычайно остра конкуренция, в том числе на либеральном поле. И сейчас начало идейной борьбы между, условно говоря, коллаборационистами и независимыми. Это отдельная тема, о ней весьма интересно отдельно поговорить. А это буквально вот прото-вариант той борьбы, с которой мы очень скоро будем иметь дело. Вы смотрите, как было. Я настолько экспроприировал эфир. Может быть, у вас есть свои вопросы? Я вас с большим интересом слушаю, Дмитрий Львович. Потом буду по возможности уточнять. Мы с вами работали на эхе, поэтому мы говорим об этом с большим интересом. Смотрите, как пойдет главная повестка борьбы на либеральном флаге. Она, в общем, пойдет именно там. Потому что прогноз Пастухова, что сначала будет ГКЧП правее Путина. Ну, это красивая идея, но я совершенно не вижу там инициативных людей. Так вот, у оппозиции есть две стратегии. Стратегия коллаборации, когда вы договариваетесь. Когда режим готовит себе наследника, ну и могильщика в каком-то смысле. Когда в стране допускается существование оппозиционных более или менее групп, которые существуют под контролем власти, с подачей власти, или даже при умеренном финансировании власти. Я полагаю, что сама модель, когда эхо оказалось в распоряжении Газпрома, она была, конечно, строго продумана. Чтобы всякий раз, когда эхо делает что-то оппозиционное и что-то не очень предсказуемое, можно было сказать, да смотрите, они же с руки у нас едят. Это, в общем, стратегия понятная. Потому что для того, чтобы в России что-то делать, ну просто, чтобы вообще чем-то заниматься, необходимы санкции власти. Все деньги давно испроприированы государством. Нет в стране денег, кроме государственных. И у банкиров тоже государственные деньги. Это же понятно. И эта экспроприация полная произошла задолго до 1991 года. Она произошла, вообще-то, в советской России. А с другой стороны, если ты хочешь независимости, то тогда это независимость расширения, либо из-за границы, в эмиграции, либо в формате партизанской войны, что само по себе никогда не приводит в России ни к власти, ни к влиянию. То есть, если хочешь что-то делать, ты должен помнить, что контракт на работу находится у государства. Вот эту довольно дьяволевскую коллизию я как раз разбирал в романе «Истребитель». Но роману «Истребитель» так вот повезло, что его не успели прочитать. Сразу началась война, и его осмысление отодлило. Ну ничего, он подождет. Я просто к тому, что вот эти упреки, вы идите с руки власти, вы сотрудничаете с властью, вы кооперируете с ней. Любой человек, который в России хотел заниматься делом, неважно, какое дело, строительство самолетов, строительство ракет, независимые вещания и так далее. Он должен был в той или иной степени договариваться. И в ближайшее время нас ожидает чрезвычайно интересная борьба, действительно увлекательная. Именно борьба за души избирателей. Как они решат, следует ли доверять только абсолютно внесистемным борцам, у которых в силу их биографии нет опыта государственного управления. Либо надо доверять системным либералам, типа Вышки, типа Шаненке, которую, знаете, там обезглавили сейчас. А в общем, для меня самого это вопрос открытый и необыкновенно интересный. Мне только кажется очень позитивным то, что радикально сменилась повестка. Вместо гадания о том, кто будет преемником, а ясно, что преемника не будет, на первое место вышел вопрос, кто из оппонентов Путина способен быть вместо Путина. Не новым Путиным, так предполагает Карина Орлова, а вместо Путина кто может быть. Вот это мы сейчас будем выяснять с огромным любопытством. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует...